В Уватском районе заработала ледовая переправа через Иртыш. Ее должны были открыть еще три недели назад, но этому помешала теплая погода. Какую нагрузку может выдержать лед, расскажет наш коллега из местной телекомпании Владимир Насыров. Владимир, здравствуйте. Каким автомобилем уже можно переезжать через переправу? Здравствуйте, коллеги. Ледовая переправа в Увате уже открыта для автотранспорта. Сейчас здесь могут проезжать автомобили массой до трех тонн, но в перспективе, когда лед будет наморожен, максимальный вес машины может составлять до 40 тонн. Как видите, движение организовано здесь по двум полосам. Каждая проезжая часть имеет ширину 25 метров. Длина переправы у нас 750 метров. В этом году стала шире пешеходная зона, она составляет теперь 6 метров. На каждом берегу установлены пункты обогрева, они отапливаемые и имеют наружное освещение. Коллеги. Расскажите, как жители перебирались на другой берег во время ледостава? До того, как открыли транспортное сообщение по нашей ледовой переправе, жизнь в Увате не замолкала. В период рекостава жители перебирались с берега на берег воздушным транспортом, утром и вечером их перевозил вертолет. Также дежурило судно на воздушной подушке и, в принципе, можно было спокойно попадать с берега на берег почти в течение всего дня. Такая ситуация продолжалась всего несколько дней. Как только лед окреп, люди смогли выйти уже на реку и ходить по льду пешком. В этом году нам повезло с погодой, в общем-то, никто не жаловался. С санями завозились и продукты в магазины, и медикаменты, доставлялась почта. Известно также о том, что спасатели МЧС на санях по льду транспортировали неходячего мужчину. Ему нужно было срочно в больницу в Тобольск попадать. Они его укутали, усадили на сани, перевезли своими руками через реку и передали уже медикам скорой помощи. Коллеги? Спасибо, Владимир. А я напомню, на связи со студией был наш коллега Владимир Насыров из Уватского района. Там открыли ледовую переправу. Продолжение следует...